Воронежец собрал почти тысячу автографов знаменитостей и даже защитил по ним диплом. О необычной коллекции побеседуем с нашими гостями. В утренней студии коллекционер Александр Привалов и Ирина Шишкина, доцент исторического факультета ВГУ. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и еще надо сказать, что помимо вас у нас сегодня в утренней студии практически тысячи знаменитостей, по крайней мере, их автографы здесь. Александр, расскажите, почему именно вообще такое хобби и насколько сложно было собирать все эти автографы? Ну, как-то все получилось спонтанно, после концерта Мире Матье, который приезжал к нам в Петербург. То есть она задала тон этому собирательству? Да, я первый получил как раз на ее концерте. А когда это было? 11 марта 2018. То есть вы за пять лет собрали тысячу автографов знаменитостей? С такой интенсивностью вы работаете? Ну да. А почему вам показалось важным? Потому что мне кажется, все-таки автографы, они уже куда-то уходят. Сейчас время селфи, да? Автографы были раньше, когда вы распишитесь там на бумажечке, распишитесь на открыточке. Сейчас мы более погружены в такой вот мир гаджетов. Почему у вас интерес к автографам? Ну, у меня какое-то представление такое слегка философское, в том плане, что человек, когда оставляет автограф, он оставляет частичку своей души. Вот, и частичка каждого, кто оставил автограф для меня, живет со мной. А здесь же легенды, частички легенд, я бы сказала. А вот эти легенды, такие как Джеки Чан, да, вот мы видим, как у них удалось собрать автографы? По почте. По почте. То есть вы им прям писали, просили, как это происходит? Обычное бумажное письмо. Уже нужно знать еще адрес, на который отправляют. Да, в интернете есть специализированные такие сайты с адресами иностранных звезд. Вот, некоторые домашние адреса выложены, некоторые вот именно агентств, которым прикреплены звезды. На них свободно можно писать. Здесь просто калейдоскоп советского кинематографа. Я смотрю, и Алентова, Муравьева, Ширвиндт, Немаляева. Можно перечислять и перечислять целый толстый альбом. Это просто невероятная история. Всем им вы лично написали письма, и все они откликнулись на вашу просьбу об автографе. Да, некоторые даже позвонили. Ого. А под этим кто звонил? Татьяна Львовна Пелецкая, советская актриса. Также удалось пообщаться с Анной Николаевной Шатиловой, нашим диктором центрального телевидения. С Ольгой Волковой, также актрисой. Тамара Семина, Лариса Лужина. То есть такие отзывчивые звезды. Мы думаем, что с экранов телевизора это какие-то небожители, на самом деле все очень отзывчивые и добрые. До них не то, что не дописаться, а тут аж позвонили. Что говорят? Расскажите, как они реагируют на ваши увлечения? Ну, я об увлечениях сильно с актерами не общаюсь, но в основном те актеры, которым я писал, или певцы, они благосклонно относятся к этому и всегда рады дать автограф. То есть вы, когда пишете каким-то звездам, вы им рассказываете, да, о том, что вот у вас есть такое хобби, вы коллекционируете, или это просто как? Не рассказываю. В основном я пишу о своих личных симпатиях к этому человеку. Каждая звезда думает, что она единственная в вашем списке, а у вас там целый альбомчик. Главное не упоминать в разговоре других звезд. Вы знаете уже психологию звезд. Ну, а расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, что это не просто собирательство, не просто коллекция, а это научная работа действительно у Александра. Расскажите, пожалуйста, об этой сфере его деятельности. Ну да, Александр изначально, когда пришел и сказал, что хочет заниматься историей кинематографа, он, в общем-то, тогда еще не рассказал про свою коллекцию, хотя она уже была. Да, вот. Но впоследствии, в общем-то, выяснилось, когда мы начали подбирать источники историографии, начали проскальзывать такие моменты, что, а вот этот человек вот так относится к этой своей биографии, а вот так к этой. Ну, я говорю, то есть вы, в смысле, вы общались, вот, то есть на самом деле это стало, конечно, очень неожиданным и приятным моментом, и мне кажется, конечно, это идеальный вариант, когда интересы человека, да, накладываются вот такие жизненные, как бы, искренние хобби накладываются на профессиональную сферу и позволяют ему заниматься вот исследованиями уже, потому что переписка Александра с звездами фактически, но это тоже источник исторический для нас, как бы, это часть работы определенная, вот, и вот это, конечно, тоже очень, на самом деле, ситуация очень неординарная, да, но, мне кажется, очень сильно помогающая ему двигаться дальше и дающая толчок в профессиональном плане. Диплом на пятерку защитил? Да, да. Более того, был отмечен уровень, высокий уровень работы, безусловно. Кто ваш любимый актер? Потому что я смотрю, у вас очень кругозор, вероятно, широкий, потому что и западная культура, и советские кинематографы, и эстрада полностью, вы молодой человек. Откуда любовь к таким легендарным звездам? Ну, может, это воспитывалось с детства. Это семья. И семья, да, я когда в детстве маленький был, знал, что я родился в один день с Олегом Табаковым, Муслимом Магомаевым, Николаем Губенко и так далее, и так далее, и Робертом Де Ниро. А их автограф есть у вас? Олег Табаков есть. Самая яркая история или самый яркий ответ, который вы получили от звезды, вот что вы больше всего помните? Потому что я так понимаю, что, конечно, тысячу ответов вы не помните, но наверняка есть. Ну, с вашего позволения я могу показать. Наверное, один из самых дорогих для меня – это ответ Бриджит Бардос, с которым мы писали диплом. Ну, прекрасно. Я писала диплом, Бриджит Бардос. Да, она рассказывала мне о своем фонде защиты животных. Как раз здесь она написала, что ее фонд спас более 6 тысяч животных от смерти. И с ней дома на ее вилле Мадрак на юге Франции в Сент-Тропе живет более 50 животных. Это лошади, это куры, это кошки, собаки. У нее в одно время было 17 кошек только. Ничего себе. Увлеченная женщина. Да. Вот. И как раз… Ну, у вас переписка такая глобальная. Вот я смотрю, она прям очень подошла серьезно к вопросу. Здесь в маленьком послании я отправлял ей обложку книги, которую написала не Бриджит Бардос, а Мари Доминик Лильевр, биография Бриджит Бардос. Я отослал ей и спрашиваю, можно ли писать работу по этой книге. Так. На что актриса перечеркнула черным маркером, прислала вот эту фотографию сама и вложила обложку своей книги «Инициалы ББ». Короче, с личным брендом дама знакома. Да. И в письме написала, что та книга неверна, пиши по моей. Если нет на французском, найди версию на русском. Отлично. Ну, а вы потом сообщили ей о результате своего труда, о том, что защитили диплом? Да, вот у нее недавно был день рождения. Я отослал ей открытку с поздравлением и написал, что благодаря ей мне получилось защитить диплом. Потрясающе. Интересная очень история. Саша, ну а скажите, пожалуйста, есть ли идеи о музее? Потому что вот я, листая эти тома с автографами, я понимаю, что это действительно экспонат музейный, потому что вы не просто собираете эти автографы. Это еще есть и справка, есть и заметки об этих людях. То есть это достаточно детальная, скрупулезная работа. Да, мысли были. Вот у меня были две выставки в музее, ну, в Павловске, откуда я родом. Первая была посвящена Дню российского кино 27 августа, где выставлялись наши советские артисты. А уже вот до середины октября длилась выставка с звездами мирового кино. Это Франция, Италия, Америка, Китай в виде джеки-чана. То есть жители Павловска уже увидели ваши работы, уже видели ваши тома. Как реагируют люди? Удивление. А вас вообще там знают, вот так на улице узнают, знают, что это Саша идет. Он автограф собирает, он с Бриджит Бордо переписывался, дипломер писал. Говорят так, нет? Нет. То есть широкая масса не знает о вашем увлечении? Да. Меня интересует вот какой вопрос. Иностранные звезды вас в гости приглашали? Приезжай к нам, мы там тебе организуем экскурсию, соберем еще кучу автографов. Может быть, да, Джеки Чан, может быть, свои тренировки предлагал. Нет, но я каждого приглашаю в Павловск, в Воронежскую область. Я в каждое письмо вкладываю открытку с видами нашего города. И одна актриса, Сьюзан Сарандон, известная по фильму «Мачеха», сказала о том, что если бы она посетила Россию, она бы хотела со мной встретиться. О, замечательно. И в ответ на открытки с моим городом она написала такое послание, где сказала, что мой город выглядит одновременно старым и красивым. И какое наслаждение каждый день любоваться его красотой. Вот так вот вы занимаетесь развитием туризмов в Павловске. Да. Да, просвещая, собственно говоря, иностранных звезд. Александр, если приедет Бриджит Бордо, вы нам сообщите, мы тоже подъедем. Спасибо вам огромное за ваше невероятно любопытное занятие. Я бы даже не назвала это хобби, мне кажется, это действительно ваша жизнь. Спасибо вам за него и за то, что этим утром пришли к нам в студию. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, в студии были коллекционер Александр Привалов и Ирина Шишкина, доцент исторического факультета ВГУ. Утро вместе продолжаем.